В подготовке пятитомного издания приняли участие более 300 авторов, что позволяет говорить о том, что этот проект не имеет аналогов в России. Если же говорить о том, что было сделано в год 70-летия Победы фондом возрождения Тобольска, я прикасался к этим книгам «Тюменцев в Сталинградской битве». Вот эта серия, которая, я думаю, что она даже еще не завершает, она будет иметь свое продолжение, которое мы представляем сегодня. Это же замечательные исторические труды, воспоминания, мемуары, и это огромный труд. Стоит отметить, что его создание стало возможным исключительно благодаря участию неравнодушных людей из разных уголков нашего региона. Работали над ним и многие сотрудники Тюменского госуниверситета. Это проект, ну, человеческий, будем так говорить, людей, заинтересованных в сохранении памяти, в знак благодарности потомкам за то, что нам позволено жить, любить, развиваться. Изначально проект не задумывался как многотомник, однако в ходе работы авторы столкнулись с огромными объемами информации о сибиряках, которые внесли свой вклад в Победу. И тогда было решено расширить издание, вместо того, чтобы сокращать ценные факты. Краеведы уверены, что этот ремонах найдет достойное место в семейных и общественных библиотеках, поскольку этот титанический труд нужно изучать внимательно, терпеливо и не спеша. Данная коллекция книг будет интересна нынешнему поколению для того, чтобы узнать историю родного края и, собственно, какую роль играют сибиряки в этой самой истории. Я думаю, что такую коллекцию интересно будет читать в электронном варианте, потому что, и удобно, конечно же, потому что у каждого современного подростка есть свой гаджет для того, чтобы быстро зайти и посмотреть все это. Многие выступающие отмечали важность и уникальность многотомника и поднимали вопросы сохранения памяти. Ведь мы живем в то время, когда от нас уходят не только ветераны, но и военные историки.